В Праге открывается 4-й международный форум «Жизнь народу моему», посвященный памяти жертв Холокоста. Он приурочен к 70-летию со дня освобождения концлагеря Освенцем. В Чехии памятные мероприятия на этой неделе пройдут в Терезине, где и располагался транзитный лагерь. Там в гетто узники жили до отправки в Освенцем. С его бывшими пленниками встретилась наш специальный корреспондент Анна Балдина. Терезин – тихий городок в часе езды от Праги. Построенные на болотах крепости в годы Первой мировой войны власть Австро-Венгрии держали политзаключенных – славян-русинов. Многие из них отказывались воевать с братской Россией. В годы Второй мировой военное поселение превратилось в еврейское гетто. Терезин тоже был подобен концлагеру с некоторыми послаблениями для заключенных. Родственники – мужчины и женщины – жили раздельно, но могли видеться. Разрешалось иметь личные вещи. Работы было меньше, у пленников оставалось свободное время. Они верили, что война кончится, и главное – дать своим детям будущее, то есть образование. В учителях недостатка не было. Среди заключенных находились музыканты, художники, писатели, спортсмены. Каждый преподавал, что умел – по редким книгам или по памяти. Рисование, хоровое пение, литературу, в том числе русскую, читали Пушкина, Гоголя, Чехова, Маяковского. В Терезине была культура. Сначала это запрещалось, потом как-то закрывалось глаза, а в конце концов нацисты это использовали для показа Международной комиссии Красного Креста, когда хотели показать, как хорошо живется евреям в городе, который Гитлер им подарил. Летом 1944-го нацисты в Терезине показали представителям Красного Креста настоящие потемкинские деревни с чистыми улицами, свежевыкрашенными домами, школой и детскими площадками. Опера под названием «Брунди бар», исполненная юными артистами, окончательно умилила комиссию. Это было нетрудно. С глазу на глаз с заключенными она не общалась, о нечеловеческих условиях содержания, о вспышках ТИФ и туберкулеза ничего не знала. Побои, пытки, наказания в Терезине применяли не так часто, но истощенные люди все равно умирали от голода и от болезней. Жили в тесноте, на каждого узника приходилось примерно 2 квадратных метра. И когда начиналась эпидемия, то в течение одного часа заболевал целый барак. Но еще больше, чем болезни, страшил людей страх неизвестности. Для десятков тысяч человек Терезин был преддверием смерти, транзитным лагерем, на пути в Освенцим. Такого названия в гетто не слышали, но знали, что заключенных вывозили партиями, и больше их никто не видел. В Терезине самым страшным было то, что мы понимали. Там мы не останемся. Были в ши и блохи, мы все время болели. Но мы убеждали себя, что мы все равно в Чехии. Никто не знал, что станет с нами. Те, кто уезжал, больше не возвращались. Каждый понимал, что дальше будет только хуже. В отчаянии некоторые задумывались о самоубийстве. Австрийский психиатр Виктор Франкл до войны лечил больных, склонных к суициду. В Терезине он тайно оказывал психологическую помощь. Это привело его к разработке логотерапии, призванной помочь человеку найти смысл жизни. В концлагере я имел разговор с двумя заключенными, которые думали о самоубийстве. Я спросил их, почему. Они ответили, доктор, нам больше нечего ждать от жизни. Я спросил, может наоборот, жизнь ждет чего-то от вас. Многие в Терезине обретали смысл в помощи таким же узникам. Феликсу Колмеру сейчас 93 года. В концлагере он участвовал в подпольной ячейке. Искал пути побега для других. Я знал только свое задание. Я нашел способ побега и дважды покидал Терезин. Но оба раза возвращался, чтобы рассказать, что побег возможен. Где и как ускользнуть, знал только я. И должен был молчать до того момента, пока это не потребуется при массовом бегстве. С этой тайной меня и перевезли в Освенцам. Этот лагерь смерти называли адом на земле. Леонтий Вениаминович Брандт был одним из освободителей Освенцама. В составе советской разведгруппы вошел туда 27 января 45-го. Лица заключенных он помнит до сих пор. Они, увидев нас, стали кричать «Эст!» «Есть!» Это люди-скелеты, которые были одеты в полосатую одежду, рваную, грязную. Они были в кровавых подтеках. Охваченный эпидемией тифа Терезин в мае 45-го нацисты оставили. Советские солдаты, подходившие к Праге, помогли едой и лекарствами. Но многих было уже не спасти. Печи в крематории Терезина навсегда погасли только в августе. Из 155 тысяч пленных, прошедших через гетто, выжило менее четверти. На Терезинском кладбище по еврейскому обычаю на каждом надгробии лежат еще небольшие камни. Цветы оставлять не принято. Они увядают быстро. Камни – символ вечности. Анна Валдина, Алексей Пономарев, Ксения Пономарева. Вести. Прага. Терезин. Продолжение следует... Продолжение следует...